Жители микрорайона 5А обратились к Андрею Иванову в конце ноября 2017 года. Они попросили разобраться, как застройщик мог получить право собственности на земельный участок, на котором строились многоквартирные дома, при этом кадастровый номер участка был указан в договоре долевого строительства. Поводом для обращения послужило то, что одна из гостевых парковок микрорайона, расположенная внутри двора, оказалась огорожена забором, а въезд на нее перекрыт воротами. Человек, назвавший себя собственником парковки, по словам жителей, заявил, что интересы и права людей его не интересуют. Дома, которые стоят на этом земельном участке, вводились не единомоментно, они вводились поэтапно, в разные года. Поэтому, когда застройщик приобрел право собственности на этот участок, значит, уже были права собственности у владельцев квартиры в 165-м доме и в 52-м. Это означает, что они уже являлись владельцами части земли. Состояние кадастровой карты по сравнению с периодом покупки квартир изменилось кардинально. После ее изучения жители узнали, все, за что они платили, должны были получить в общую долевую собственность. Благоустроенная территория вокруг домов, гостевые парковки, хозяйственные площадки и озеленение оказалось в частных руках. На данный момент правоохранительными органами проверка документов по вопросу законностей межевания земельного участка не завершена. В Денцовской прокуратуре проведена проверка и в настоящее время у нас еще несколько находятся обращений граждан по данному вопросу. В том числе прокуратура Московской области тоже по данному факту проводится проверка. Проверка не закончена, рассматриваем несколько вариантов. Глава Денцовского района особо подчеркнул, что данные встречи проводятся с целью создания конструктивного диалога между властями и инициативной группой микрорайона 5А для дальнейшей разработки совместных механизмов работы. В ходе встречи обсудили возможность подготовки и подачи администрации городского поселения Денцова искового заявления об оспаривании сделок купли-продажи и раздела земельного участка. Проект искового заявления будет согласован с инициативной группой микрорайона 5А. Также обсуждался вопрос уборки придомовой территории. Жители отметили, что управляющая компания не выполняет взятые на себя обязательства. Андрей Иванов подчеркнул, что необходимо направить запрос в ГосАДАМ-технадзор по оценке действий управляющей компании. Кроме того, на совещании коснулись вопросы о признании инженерных сетей, расположенных на территории микрорайона, бесхозными. Андрей Иванов поручил профильным заместителям и городскому поселению создать подробную дорожную карту по объектам коммунального хозяйства. Только по решению суда инженерные сети могут быть признаны бесхозными и в дальнейшем зарегистрированы в муниципальную собственность.